Всем привет! Сегодня хочу попросить помощи у всех пользователей, кто пользуется моими видеоуроками и помощью сайта Компьютерные Советы в проведении небольшой анкеты. Сделана такая вкладочка, называется она «Опрос». Также в графе «Опросы» стоит она на первом месте. Нам важно ваше мнение. Здесь просто-напросто доночками ответьте на вопросы, например, как долго вы используете Linux. Например, 6 месяцев голосовать. И тут уже смотрите результаты. Вот уже текущие, которые имеются. Например, вы стали использовать Linux только благодаря моим урокам и сайту Компьютерные Советы. Если вы пришли к Linux только через мои видеоролики или через наш сайт, то поставьте «Да». Если нет, то просто ничего, как говорится, не ставьте. Вот практически и все. Дальше. Пол. Ну, например, там укажете мужчина, потому что, в принципе, 95-98% я посмотрел статистику своего сайта, все-таки составляет мужчина. Считаете ли вы возраст для работы в Linux? Да или нет? Здесь, если сомневаетесь, можете посмотреть два видеоурока. В первом видеоролике пользователю, значит, 77 лет, второму, ну, по-моему, больше 60 лет. Ну, а там голосуйте, допустим, ставите, вот, например, что вы не считаете возраст препятствия, и пошли дальше. К примеру, там, ваш возраст, ну, ставите, там, ваш возраст, допустим, там, да, любой, я вот для примера, там, говорю. Вот. То есть, после того, как вы нажимаете на кнопочку «Голосование», сразу выскакивает статистика. Считаете ли вы, значит, мои видеоролики на трубе полезными? Вот мой канал. Если «Да», значит, нажимаете «Да», нажимаете «Голосовать», дальше, значит, полезен ли, считаете ли вы полезным сайт? Считаете, допустим, пожалуйста, нажимаете, значит, получаете там статистику. Считаете ли вы полезным форум, к примеру? Считаете полезным? Нажали «Да». Получаете статистику. Какими операционными системами вы пользуетесь? Здесь вы можете нажать сразу, например, «Линукс» и «Виндос», потому что вы, например, можете пользоваться двумя. Можете нажать три, можете нажать четыре. Все равно. То есть, галочкой можно отмечать не только один выбор, а сразу несколько. Ну вот, даже на данный момент, со вчерашнего дня, вот видно, что пользователь, значит, пользуется сразу там, какими операционными системами. Полезен для вас файлик «Черри 3», вот этот файлик с командами. Значит, ну, во многих уроках я про этот файлик, как говорится, всегда говорил. Вот этот файлик, прекрасно вы его помните. Значит, если считаете его полезным, значит, нажимаете «Да». Смотрите результаты. Дальше. Полезли для вас наши кладовочки. Ну, опять-таки, значит, кто скачивал мои сборочки, там, с Меги, с Крока, и сборочки авторов других сборок. Вот. Пожалуйста, нажали, допустим, «Да». Пошли дальше. Если считаете, что не полезно, так и ответьте. Вот. Полезны для вас авторские сборки Linux. То есть, все те сборки, которые я сделал для скачивания и ознакомления, допустим, Сергей, Андрей, Шинькова. Сборки там были еще, по-моему, предоставлены Дебяновские. Ради Бога, значит, ставите, допустим, «Да» и голосовать. Это поможет нам более, как говорится, четко мне, значит, и сайту ориентироваться в ваших предпочтениях и планировать свою работу. Поясню это на примере предыдущих опросов. Вот, допустим, был опрос. Какой дистрибутив вам больше нравится? Опрос был создан 1 сентября прошлого года и будет продолжаться до 1 сентября 2017 года. Но даже сейчас, вот, пожалуйста, посмотрите. Сразу видно, что большинство пользователей, 60% предпочитают дистрибутив Linux Mint. В первой тройке идет Mint, Ubuntu, DBA. Вот они уже занимают около 80% от общего числа. Поэтому, естественно, больше всего внимания я, значит, буду уделять именно этим дистрибутивам, остальным, как говорится, по мере возможности и всего лишь. Поэтому вот такие вопросы. А сделайте обзор мне по этой операционной системе, по этой, ну, я, конечно, буду стараться это дело учитывать, но не ждите чудес, потому что все-таки свое внимание я буду распределять, естественно, вот между этими системами. Дальше, значит, какое рабочее слово нравится? Вот опять-таки, смотрите, больше половины пользователей им нравится ценамо. То есть, это не только, допустим, мне он нравится, а большинству пользователей. Поэтому вот основное внимание, вот, смотрите, X-Face, KEDE, Mate и Gnome, ну, а Cinemon ведущие снимают первое место. То есть, обзоры очень помогают ориентироваться, допустим, лично мне и моей команде, в том, как какую-то операционную систему там выбрать, какой ролик сделать, на что ориентироваться. Программа SystemBug, ну, тут, как говорится, уже без сомнения. Вот здесь 68% голосов, и здесь хотели бы, в принципе, 80% тоже, как говорится, без вопросов. Сборки. Здесь конкретно я спрашивал, значит, кто пользуется моими видеоуроками, и кто пользуется сборками. Вот люди, как говорится, ответили. Значит, есть еще отдельная вкладочка «Отзывы». Сюда вы просто можете в письменном виде написать свои пожелания, именно в виде текста. Можете, значит, или под этим видеороликом, который я сейчас делаю, или вот здесь, вот, в разделе «Отзывы», можете снять короткий видеоролик, от трех, там, до пяти минут длительностью, старайтесь, не больше, вот, в качестве, значит, там, 1080, именно посвященный тому, допустим, как вы пришли, если вы пришли на Клиноксу через сайт, или через мои видеоуроки. Я потом буду делать отдельный сборник, посвященный, значит, вот именно того, что люди пришли к Клиноксу именно благодаря видеоурокам там моим, и нашему сайту. Но это важно, потому что мы хотим оценить, как говорится, эффективность нашей работы. Там можете сказать бы, что было полезным, что бы вы там желали бы улучшить, и так далее, вот. Но старайтесь только не разворачиваться во все геологическое, а вот вам предел от трех до пяти минут должен быть краткий видеоролик, потому что я собираюсь его сделать сборным, вот. И потом, чтобы люди посмотрели. Вот для меня, также, каждому автору, кто будет делать видеоролики, упомяните свой возраст, потому что некоторые там боятся, что люди пожилого возраста не могут заниматься Линуксом. И я считаю это дискриминацией и чепухой, и многие, как говорится, видели в видеороликах, что это абсолютная чушь. Человек в любом возрасте может заниматься Линуксом в свое удовольствие. Вот. Ну ладно. Значит, вот такая вот у меня к пользователям просьбочка. Еще раз просто прошу это отдайте уважение, как говорится, мне, как автору и нашей команде веб-сайту, потому что в принципе, сами понимаете, мы делали это все за бесплатно, но, тем не менее, по крайней мере, узнать ваше мнение мы можем, как говорится, спросить, да, собственно говоря, и право имеем, потому что сайту через несколько дней исполнится год. Мы специально написали дату создания сайта на главной странице. На главной странице у нас было, значит, сайт был основан 3 марта прошлого года. То есть буквально через пару дней сайту исполнится ровно год. за это время, вот, видите, статистика строится марта прошлого года. Вот сколько страниц было показано и вся, как говорится, статистика тоже здесь имеется. Ну, ладно, не буду здесь, как говорится, сильно много углубляться, просто, значит, вот еще раз хочу поблагодарить тех, кто участвовал в прошлых там голосованиях, вот в этих, и попросить, вот что помогли именно заполнить вот эту вот анкетку. Время это много, как видите, не отнимает. Вот. А нам, как говорится, предоставят пищу для ума и, так сказать, для дальнейшей работы. Ну, ладно, всего вам доброго, до свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова